Добрый день, дорогие друзья! Друзья, в эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее понимать друг друга с полуслова, с полужеста? Дорогие телезрители, добрый день! С вами телешоу «Телеактивно»! С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам сегодняшних игроков. И сегодня вместе с нами играют участники реалити-шоу «Арыга НВК Саха». И мы рады пригласить в эту студию первую команду. Это Айса, Клара Ючугяева и Людмила Федорова. Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Проходите, пожалуйста, к тому диванчику. Скажите, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Наша команда называется «Розовый фламинго». Ну, так как мы все втроем сегодня пришли в «Розовом». Не сговариваясь. Не сговариваясь, да. И девиз? Мы команда просто класс! Нас удача ждет всегда! Известная певица Айса, звезда якутской эстрады, признается, что у нее нет как такового хобби. Всю себя она отдает творчеству. Музыку просто обожает и постоянно окружает себя ею. Так, в машине она слушает Марайя Керри и Уитни Хьюстон, а подпевает во время уборки Кристиня Агилера и Бритни Спирс. Пела Айса и на острове во время реалити-шоу «Арыга». Песни помогали скрасить нехитрый быт участников проекта и не думать о еде. Клара Ючугеева, руководитель агентства недвижимости, очень хотела попасть на проект «Арыга». Настолько сильно, что подавала свое резюме аж дважды. Прежде всего, чтобы испытать себя. А когда пришло сообщение, что она прошла кастинг, так обрадовалась, что собрала вещи буквально за пять минут. Для всего Людмила Федорова на проекте «Арыга» боялась задания с лодкой. Эстафету, где от одного берега нужно на скорость переплыть реку, забрать пассажира и вернуться на исходную точку. Людмила до этого никогда не плавала сама на лодке, поэтому пришлось учиться прямо на месте. И, надо отметить, команда неплохо справилась, учитывая, что их противниками были исключительно парни. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это Гаврил Винокуров, Василий Сафронов и Авдей Тимофеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Привет, девчонки! Скажите, вы с проекта, когда записывали проект, виделись друг другом? После проекта? После проекта, да. Нет, они, мы с Ганей виделись, а с остальными нет. То есть, получается, увидели здесь, в нашей студии. Повод. Здорово! Потом дальше поедем. На покойник корпоративный. Ребята, Авдей, Василий говорил, как вы назвали свою команду и какой девиз придумали. Готовы, да? Наше название. Три богатыря. Наш девиз. В бой идут, погоди. Вы готовы, погоди. У-у-у-у. День Гаврила Винокурова после проекта «Арыга» повернулась к нему с любопытной стороны. Его пригласили стать ведущим телевизионного проекта НВК «Саха» «Ункюле». Гаврил Винокуров. И, как признается молодой человек, этот опыт был интересным, но не простым. Еще бы. Ведь Гаврила сразу поставили вести прямой эфир. Но он прекрасно справился с задачей. Как и подобает спортсмену, цель поставлена, надо ее решить. Установщик натяжных потолков Василий Сафронов на проекте «Арыга» очень хотел выиграть главный приз – 200 тысяч рублей. Он был уверен в своих силах и думал, что будет легко, но, конечно, ошибался. Но самым сложным для Василия было это голодать. А еще наблюдать, как члены его команды соревнуются в задании «Лабиринт», где по жребию Василий не принимал участия, поэтому нервно переживал. Как помнят наши телезрители, перед началом проекта все участники выбирают три вещи, которые могут им понадобиться на острове. И Авдей Тимофеев, студент четвертого курса Горного института СФУ, сначала выбрал нож, котелок и рыболовные сети. Но тогда бы он остался без одежды и палатки. Поэтому в конечном счете его выбор пал на последнее. Но, как назло, его палатка улетела во время сильного ветра. Но в целом Авдей не пожалел о своем выборе. Потому что ночами было холодно. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли, расплывчатые объяснения товарища фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется встать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных трех вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму — это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из «Вопросной троицы». Очень рада вас видеть в этой студии. Еще раз всем здравствуйте. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход. А первый ход у нас всегда начинает команда красных. Но для этого каждая команда должна ответить на три вопроса. Из школьной программы. Из школьной программы. Да, и поэтому мы уверены, они не вызовут у вас, наверное, особых трудностей. Вопросы будут заданы совершенно рандомно по таким школьным предметам, как история, английский, биология, химия. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя школы номер три города Якутска. Если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, тогда капитаны команды будут бросать кубик. И у кого цифра будет старше, то, собственно, начинают основную игру первыми. Для начала вопрос из школьной программы звучит для команды девушек. Внимание на экран. Самый глубокий океан в мире. Вы должны при Тихий океан единому. Точно, Тихий. Все согласны, Тихий океан. Ответ принят. Давайте сверимся с учителем географии третьей школы. Самым глубоким океаном в мире является Тихий океан. Около 11 тысяч метров. Так, одно очко заработала команда Розовый Фламинго. А теперь вопрос из школьной программы звучит для парней. В какой стране живет самое большое англоязычное население в мире? Британия. Британия. Все согласны. Ответ принят. Давайте сверимся с учителем английского языка. Самое большое англоязычное население в мире – это Индия. Я это говорил, да? После Китая. И живут очень много в Индии. В Индии уже что-то населенная страна. Поэтому за счет этого. И английский язык у них – это как второй основной язык. Как второй государственный язык. Так, второй вопрос из школьной программы для девушек. А мы в школе это не учили. Какие морфемы вы знаете? Вариантов нет, да? Давайте узнаем, какой уже правильный ответ. Морфемы – приставка, корень, суффик, окончание. Так, вопрос для парней. Теперь звучит. Кроме социализма, либерализма, какие еще политические идеологии существуют? Назовите несколько. Хотя бы один-два. Очень сложные вопросы. Вопросы по общественному знанию, да, довольно-таки сложные. У нас, ладно, мы решили и ответить «Авдей». Мы не при чем, да? А где «Авдей»? Диктатура, да. Диктатура? Диктатат. Только одно, да, у вас? Один вариант. Ну, хорошо, ответ ваш принимается. Давайте узнаем, как же звучит на самом деле. Кроме названных политических идеологий, существует коммунизм, консерватизм, социал-демократия, монархизм и прочее. Эти слова вы, конечно же, знаете. Кстати, просто, видите, нужно было их тут уместнуть. Так, пока ноль-ноль. Почему у вас один балл уже есть? Один балл есть. У ребят пока нет, да. И последний вопрос из школьной программы для команды «Розовых фламинго». Розовых. Что нужно найти в первую очередь, решая квадратное уравнение? Ну, это вошло. Квадратное уравнение. Надо как-то дать определенный ответ. Единые формулы находим. Хорошо, ваш ответ принят. Давайте узнаем. У учителя математики. Решая квадратное уравнение, нужно в первую очередь найти дискриминант. 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 Последний вопрос для команды «Три богатыря». Сколько легенд рассказал Горький в своем произведении «Старуха» и Зиргиль? Лучше бы и литературу нам бы дали. Ну вот видите, как все получается. Мы создаются на одном доме. Три богатыря. Так как нас трое, пусть будет три. Давайте узнаем, так это или нет учителя литературы. В своем произведении «Старуха и Зиргиль» Горький рассказал две легенды. Легенда Аданка и легенда Олгари. Вот так вот две легенды. Итог нашей мини-викториной. Одно очко заработала команда «Розовый фламинго». Поэтому вы становитесь командой красных. Присаживайтесь на диванчик. Ребята садятся на диванчик синего цвета. Мы начинаем основную игру. Четыре. Потенциально вам нужно будет говорить. Айса, теперь подходите к нам. Выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Одну, да? Одну. Так. Я вам помогу. Девочкам своим не показываем задание. Так говорить. Вот. Вам нужно словами объяснить вот это вот. Поехали. Сладкое такое. Конфета, шоколад? Нет. Безе? Торт, как надо? Нет, нет, нет. Мандарин, но... Апельсин? Нет, нет. Гриффрут? Слово похоже, слово похоже, как мандарин, но это конфеты. Легенда Мармелад? Да. Да, Мармелад. Молодец. Так, ну, Айса, прежде чем сесть, вам нужно сделать четыре шага вперед. Ваша фишка, ваша фишка. Красного цвета. Куда? Красного цвета. Вот она. В углу стоит. Большая. Ага. И вот. Отсюда, да? Со старта. Со старта. И да. Это раз. Два. Это два. Нет, это два было. Это три. Вот вы сейчас. Три. Три. И четыре. И четыре. И вот, да. И сюда. Ладите. Положи. Все. Поздравляем. Игра у нас стартовала. Мальчики продолжают. Гаврил бросает кубик. Три, два. Пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай. Пусть будет шесть. Если шесть, то вам шесть. Так, Гаврил, присаживайтесь. И вас ожидает задание стоп-кадр. Это что-то? Это что-то? Реклама тут. Подожди. Это знаменитый фильм, да? Это известный фильм. Известный фильм. Я кинул его ваше. Печенье. Так. Э, бедра, Игра, Игра Престолов там. Начал. Начал. Так. То есть ты... Ты знаешь, да? Нет? А то я сериал, например, там очень мало сплю. Хорошо. У вас нет ответа, и давайте посмотрим, как будут развиваться события с этого стоп-кадра, и узнаем, каков же правильный ответ. Вот надо, не сильно. Что это? А, это мстители. Это мстители. Ну, игра есть игра, ваша фишка стоит на месте, а девушки продолжают. Бросайте кубик. Кто у вас по очереди? Клара, да? Бит. Два. Два. Раз, два. Пантомима. Подожди, раз, два. Да, это пантомима. Время. Сколько слов? Шесть слов. Угу. Час. Шесть. Коробка. Угу. Я еще чемодан. Коробка большой. Угу. Большая коробка. Большая коробка с одеждами. Багаж. Я кладу одежду в большую коробку. Одно слово. Первое слово. Первое слово? Одно слово. Угу. Одно слово. Коробка. Сундук. Так, отлично. Да, присаживайтесь. Команда синих. Немножко разочарованная. Команда. Три богатыря. Давайте Василий. Опять шесть. Шесть. Сейчас мы угадаем, он сюда попадет. Если вы угадаете, да, вы сравняете счет и встанете вместе с командой красных. А-а-а. Вообще, понятно же. Это новый сериал. Ага. Ладно. Новый сериал про драконов. Про драконов. И он называется? И он называется... Кемера, Кемера, Дракон. Кемера, Кемера, Драконы. Дочь, Дракон. Дочь, Дракон. Дочь, Дракон. Что там? Игра, Престол, в автобусе. Так, Ваш ответ принят. Смотрим. Сцены черного приюта, неприступные базальтовые скалы. Это дом дракона. Дочь, дом... Дочь, дом... Это продолжение Игры Престолов. А это Игра Престолов. Прочнее, не продолжение, как бы начало. Правильно теперь было. Ваш ответ, мы не засчитываем. А если бы мы сказали, что Игра Престолов, это засчитали бы? Нет. Это тоже. Так, Ваша фишка встает на месте, а девушки продолжают игру. Людмила, вначале бросаем браслетик. Дайте кубик. Чтобы узнать, какое задание вам выпадет. Счетка, нахаяр. Давай. Сайлен дайса. Стоп-кадр. Ис. Вам понравилось это задание? Присаживайтесь. Так, присаживайтесь, да, и тоже внимание на экран. На экран. С какого фильма или сериала стоп-кадр. А, что это изменит? Пять секунд, пять секунд осталось. Покажите лицо. Не это, да? Четыре, три, два и один. Один. Да. Ну, да, не понял. И ваш вариант какой? Или вариантов нет? Вариантов нет, да? Да, нет, да. Смотрим продолжение этой картинки, как будут развиваться события. Мне самой стало интересно какой-то фильм. Одиночная, одиночная. Звезда. Максим. Ладно. Звезда сюда. Налево, налево. Я не знаю. А, еще пару кадров. Сериал это такой. Не филует и звезда. Это сериал «Пацаны». А, да? «Пацаны»? Да. Есть такой сериал. Оно известное, что ли? Известный, культовый и популярный. Да, да. Так. Не знали. Молодые люди продолжают игру. А в день бросайте кубик. Нет. Кубик. А он такой. Все правильно. Нужно настраиваться. Пятерку либо шестерку, давай. Четыре. Почти. Это означает, что нужно говорить. Время. Ходи. На русском, да? Да. На русском. Человек выбирает. Что выбирает? Выбирает. Ну, типа там главу на слега. На слега. О. Типа того. Этот человек кем является? Тот, кто выбирает. Тик-так. Нет, нет, нет. Выбирающий человек. Участник? Нет, нет, нет. Тот, кто голосует. за кого-то. Там же голосует за голосу. Еще давай. Десять секунд. Житель? Нет. Да, все, все, все. Человек, который голосует. Да, да, да. Кем он называется? Время. Ответ какой? Избиратель-перехватчик. Избиратель. Эй, избиритель. Что? Избиратель. Избиритель-перехватчик. Избиратель-перехватчик. Что, репетит? Избиратель-перехватчик. 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 Правильно прочитал. Да, естественно. Поэтому я стояла, думала, почему? О чем он говорит про выборы? Команда Акраса продолжает игру. Айса, бросайте кубик. Истребитель. Избирайте, где нахуй. Четыре. Раз, два, три. Рисовать. Рисовать. Вам нужно будет рисовать на этот раз. Время. Без тебя. Посуда. Тарелка. Нет. Вжизите. Говорить не надо. База. Кактус. Ванна. Кактус. Да. Ванна. Ванна. Аксалютно верно. Ванну он идешь. Айса, двигайте свою фишку. Мы уберем это все? Так. Двигайте свою фишку на четыре шага вперед. Раз, два, три, четыре. Так, три благодаря бросает кубик. Нужно сделать шаг. Давайте пожелаем удачи. Ванна. 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 Два. Говорить словами. Время. Три. Говорить можно. А, говорить можно. Три слова. Первое. Иду. Не, говорить нужно. А, я иду по парку и... Показывать не надо, надо говорить. Говорить нужно. А, все, вот это... В центр поля? Ммм. Ну, вот я иду... Прогулка. Как это можно? Вот. Прогулка. Ага, прогулка. В лесу. Что я делаю? А, подожди, я тебе объясняю. Иду, иду я что делаю? Кушаю. Ем. Ага, и теперь соединяем первое и второе слово. А, подожди. Кушаю что? Кашу. Время. Время. Ответ какой был? Прогулка после еды. Вы очень сложно и долго объясняли. Просто у вас много времени занято на пантомиму. На пантомиму. Писаживайтесь. Нужно переключать. Команда красных подключается к игре. Клара бросает кубик. Четыре. Раз, два, три, четыре. Рисовать. Рисовать. Время. Это первое слово, да? Командык. Ага. Дорога. Та. Деньги. Короче. Катай, катай, катай. Дом. Нет, нет, нет. Та. Говорить нельзя. Та, заново нарисую. Остается 20 секунд. Потряситесь. Короче, вот, буди. Говорить не надо. Что? Футбольное? Нет, нет. Говорить нельзя. Просто говорите. Кивайте головой, либо наоборот. Командык показывать можно? Нет. Показывать. Карман. Да, да. Карман. Время. Все уже. Время. Ответ какой был? Карман в жилете. На жилете. На жилете. Ну, мы слово одно угадали же. Не считаете? 0,5. Так. Карман в жилете. Я пока не знаю. Да. Можно. Так, после жилета. Кидайте. Давай. Четыре. Раз, два. Говорить. Время. Поехали. Сколько слов? Три. Нет, нет. Четыре. Четыре. Почему? Ну, ладно. Почему? Так. Все, почему? Говорите, говорите. Говорите словами. Короче, куханки не надо. Злодей. Нет, нет, нет. Кушаю. Вы можете говорить. Говорить словами. Говорить словами. Короче, бортуга. На русском. Кушал мучное? Нет. Мучное. Давай бортуга. Пять секунд. Проигрываем с собой. Три секунды. Время. Ответ какой? Кекс. Олег, даду, куанки не надо. Пошли, ну-ка, дрожать. Это просто кекс. Да. Просто кекс. Да. А, да. Она причем трясула. Да. Что такое время? Да. Четыре буквы. Четыре буквы имел в виду. А, да. Какую цифру хотели бы? Четыре слова. Четыре. Четыре. Ну, почему? Шесть, это значит два задания, да? Время, поехали. Поехали. Ключ, ключ. Ключи, дверь открывай. Ключ. Ключ от всех дверей. Забыл. Потерял, потерял ключи. Потерял. Забыла? Забыл. Ключи от дома забыла. Ключи от дома. Забыл ключи от дома. Ключи от дома забыла. Забыла ключи от дома. Ты забыла ключи от дома. Я забыла ключи от дома. Забыть ключи от дома. Ключи от дома. Закрыть. Забыть. Закрыть дом. Положить в карман. Или в дом. ключи положить в карман внутри дома ключи забытые дома ключи забытые дома вы были очень рядом но нужно именно слово в слово угадать это так что это шестеро пятеро три фантомимов поехали обувь без ноги карлик нос карлик нос 7 гном тролль эльф гномы гномы да только по-другому без ноги тролль да хоббит гном ходящий гном ходит лилипуты на арене цирка на арене цирк гномы это сложное задание да и 45 секунд уложиться нереально мне кажется много играйся игра команда красных фантомимов время оружие автомат стрелять это глагол заводить охотиться охотник два шага вперед но это папа ну как карточку то иногда у них словосочетания тоже были так гавриил очень недоволен и поддайте на удачу поддут так что такое пандерина без слов а давай девушка Блондинка Футбол Блондинка Сколько слов? Пальцами погадите Сколько слов? Бнебухов и слов 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 Первое какое слово? Автограф Автограф футболиста Говорите взя Говорите взя Автограф звезды Автограф знаменитости Автограф Да Автограф знаменитости Три цели вперед Удивительно погадали Девушки продолжайте игру Я хочу напомнить Что если у вас цифра покажет Больше чем три шага Значит нужно выполнить Два задания Два задания Шесть Первое задание Это пантомима Время Одно Диван Кресло Ванна Лежать Шизонг Это шизонг Угадали Еще одно задание Присаживайтесь Присаживайтесь Теперь стоп кадр Теперь стоп кадр Нужно угадать На кону победа девочки Так что давайте Пожелаем удачи Общий план Америка Американский флаг А ну я Американский флаг Какой вид Так У меня еще стоп кадр Типа эти да Инстуденты И тут Не знаю Так вариантов нет Давайте посмотрим Как будут развиваться события В этом стоп кадре И вы угадаете Я только что подумала Это новый наверное сериал Но в принципе Это известный сериал Она еще пока неизвестная Это новый Одна из самых знаменитых Сериалов Я подумала про этот сериал По двум косичкам Можно угадать Что речь идет О сериале К сожалению Ваша фишка стоит на месте И у ребят Снова есть шанс Шесть Шесть Я взорвала ее Пять Два Три Четыре Пять Это музыкальный Видео Вопрос Присаживайтесь Музыкальный Видео Вопрос Девочки узнали С первых нот Да Ваши финалы Сколько времени дается 45 Да 45 Виктор Сой Да Это абсолютно верно Пять шагов вперед И раз Два Три Четыре Пять Ребята уже догоняют девочек Пять Три Шесть Давайте Посмотрим Ай Два Круссовать А Давай Карточку тоже Ася выбираем Круссовать Поехали Сколько слов Три слова Три слова Говорить не надо Крукта Нет, это не круг Нет Это Нет Я неправда Живое Больше 45 секунд Батаре Дай Красно Малюска Маня таймер Нет Подождите Земля Нет Не земля Говорите Не надо говорить Ася Так Чуть-чуть Остается Мы молодцы Малюска Вчера Остается Все Я не нарисую Ответ такой Кормление диких животных Кормление Кормление Диких животных Задания у нас могут быть Очень простыми И очень непростыми Так Гаврил Бросайте Ну Как я это нарисую Шесть Давай Четыре Как Болин Айка Четыре Раз Два Три Три Четыре Пантомин Время Поехали Футболист Футбол Да Футбол За пять секунд И говорили Тут же Движение идет Сюда Раз Раз Два Три Четыре Вау Так девочки Смотрите Как складывается Говорил уже Поставьте фишку Поехали. Сколько слов? Новорожденный ребенок. Младенец. Можете рассказать? Второе слово. Первое слово. Милый. Милый. Не покажем, а говорим. Милый, красивый. Да, еще много слов надо перебрать. Милый. Маленький. Красивый. Нет, красивый. Именно хороший. Превосходный. Превосходный. Прекрасный. На этом букву начинаются эти... Прелесный владенец. Один шаг вперед. Двигайте вашу фишку красного цвета. Один шаг вперед. Четыре. Пантомима. Поехали. Убираешь? Нет, нет, нет. Задыхаться. Лекарство, лекарство. Нет. Говори, кильдера. Не бьешь. Воду. Нет. Не говори. Это вот так. Кашляешь, кашляешь. Болеешь. Лекарство, суп. Больной. Больной, больной. Бульон, бульон. Больной, да. Ты болеешь. Что-то пьешь, что-то пьешь. А, первое слово это, да? Что-то пьешь. Сироп. Воду пьешь. Сироп, сироп, сироп. А второе слово. Сироп. Сироп. Сироп натягивает. Натягивает. Это по-другому. Сироп. 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 Все, время, время. Какой тягучий, да? Да, тягучий сироп. Бу, тягучий. Нет, ну, Василий, на самом деле правильно показывает. Очень интересно. И все, поехали. Бананда. Фрукты. Фрукты. Фруктовый. Фруктовый. Фруктовый салат. Девочки, пожалуйста, дайте фишку. Вы можете все вместе. Через разный, да? Вжага вперед. Да. И убирайте. Раз, два. Победителем сегодняшней игры становится команда девочек розовая фламинго. И мы вручаем вам возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом служба доставка еды Катана Росу. А сейчас поедем, да? Ну, так присаживайтесь. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра телеактивно. Встретимся на следующей неделе. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...